Привет, с вами Ярослав Мудрый, опытный трейдер на рынке Форекс. И я продолжаю рассказывать вам о людях, которые навсегда останутся в истории финансовых рынков. Но сегодня мы поговорим не о трейдере, как мы делали это ранее, а о человеке, который был участником финансовых рынков, заработал десятки миллионов долларов не очень честным путем, но по итогу все потерял, так как бумеранг, он имеет возможность возвращаться. Да, речь пойдет о Джордане Белфорте, он же Волкс Уолл-Стрит, всемирная известность к которому пришла после одноименного фильма Мартина Скорсезе. Телезрителей во многом впечатлил праздный образ жизни главного героя и его способ легко отделать деньги. Но, как я говорил ранее, бумеранг умеет возвращать долги. И за свой образ жизни он поплатился зависимостью от наркотиков, разводам и тюремным срокам. Так давайте же сегодня более подробно разберемся, кто такой Джордан Белфорд, на чем он зарабатывал миллионы долларов, как сложилась его судьба и чем он занимается сейчас. Белфорд. Молодость. Белфорд родился в Бронксе, районе Нью-Йорка, в еврейской семье 9 июля 1962 года. Его родители, Макс и Лия Белфорд, были бухгалтерами. О детстве Джордана мало что известно, кроме того, что еще с детства он проявлял способности в продажах. Мальчик рос в Бейсайде, Квинс. В 17 лет он подрабатывал, продавая мороженое на пляже, и его доход в день был от 250 до 500 долларов. В 18 лет он открыл еще один бизнес, но здесь уже использовал наемных работников. Сам бизнес был построен на продаже ракушек и ожерелья, и приносил он ему еще около 800 долларов. Далее Джордан поступает в американский университет в Вашингтоне по специальности биология, и, конечно же, оканчивает его. Также он поступал в Балтиморский колледж стоматологической хирургии, но вскоре бросил это дело. После учебы в 23 года Белфорд начал работать продавцом мяса с доставкой на дом. А так как у него с детства был талант предпринимателя, то вскоре он решает работать на себя и вместе с другом открывает фирму. Со временем он даже взял в кредит 26 грузовиков для развозки мяса и морепродуктов. Но, к сожалению, после этих операций компания оказалась глубоко убыточной. Он, конечно, пытался договариваться с поставщиками об отсроченной оплате, не платить по счетам, отсрачивать кредиты. Но, как вы понимаете, долго так продолжаться не могло, и компания разорилась. А сам Белфорд оказался по уши в долгах. Карьера Белфорда на Уолл-стрит. После неудачи в собственном бизнесе и из-за долгов Белфорд ищет работу брокера на Уолл-стрит. И по протекции друга семьи он отправляется на собеседование в компанию Ротшильд. Кстати, к клану Ротшильдов компания не имеет отношения, просто основатель был их однофамильцем. Кроме нашего героя, на собеседовании были еще и другие кандидаты. Так что ему надо было придумать, как произвести впечатление. Джордан не придумал ничего лучше, как взять и начать продавать акции человеку, который проводил с ним собеседование. Стивен Шварц, это человек, который проводил собеседование, был поражен кандидатом, пытавшимся продать ему акции. Так как до этого никто не додумался это сделать. И, конечно, после такого креатива он получил работу дозвонщика. Его обязанностью было дозваниваться до клиента и передавать трубку боссу. Несмотря на такую должность, Белфорд продолжал работать и спустя полгода получил лицензию брокера. Его первый день работы брокера выпал на 19 октября 1987 года, когда произошел черный понедельник. В тот день индекс Доу Джонса упал на 22,6%. Конечно, данное событие повлияло на Белфорда и ему пришлось сменить несколько компаний. Последней компанией стала Инвесторс Центр. Особенность компании была в том, что она торговала так называемыми мусорными акциями. Это бесперспективные акции по цене от 1 до 5 долларов за штуку. Но фишка была в том, что брокеры получали до 50% комиссии. В компании Белфорд работал очень успешно и зарабатывал по 70 тысяч долларов в неделю. Но, к сожалению, в 1989 году компанию закрыли по решению комиссии по ценным бумагам. Создание компании Stratton Oakmont Закрытие Инвесторс Центр стало для Белфорда началом собственного дела. И в 1989 году он вместе с Дэнни Порушем и Кеннетом Грином основывают компанию Stratton Oakmont. Название было куплено по франшизе у Stratton Securities, потому что у компании была неплохая репутация и небольшой размер капитала. Офис они разместили на Лонг-Айленде и Белфорду принадлежало 70% компании. Грину 30, а Поруш стал акционером позже и ему досталась доля около 20%. Первых сотрудников Джонатан набирал из своих друзей. И первоначально штат состоял из 8 человек. Но компания быстро расширялась и Белфорд начал привлекать все больше людей. К нему на работу шли бывшие коллеги, сотрудники Ротшильда, Инвесторс Центра, а после студенты и активные люди, искавшие быстрой наживы. Впоследствии к компании примкнул даже отец Джонатана и стал заниматься бухгалтерией. И, кстати, именно его заслуга в том, что компания просуществовала так долго. Изначально стратегией компании была продажа дешевых акций, но она не приносила быстрого обогащения. И Белфорд решил сделать стратегию более агрессивной. Работники начали обзванивать богатых клиентов и сначала предлагали им купить акции надежной компании, а затем сбывали дешевые акции. Первой компанией, с которой он это провернул, стала Venture. Ее акции стоили 6 долларов при покупке и 5 при продаже. Но Белфорту со своей суперсхемой получилось получить акции аж по 2 доллара. Первым, кто опробовал такой способ продажи, был Порош, который за один звонок заработал 20 тысяч долларов комиссионных. После такого фурора подключились и остальные брокеры. Началось полное безумие. Комиссионные поступали так быстро, что клиринговый агент не успевал обрабатывать сделки и просил снизить темпы. Конечно, ничего бы не вышло, если бы не скрипты продаж, которые разработал сам Джонатан. Все, что нужно было, это четко и с нужной интонацией произносить речь, которая была записана на листе. Белфорд, кстати, использовал и другие способы мошенничества. Один из которых – покупка акций компании на подставных людей, разогрев компании и увеличение цены акций с помощью слухов, а потом продажа на пике. Клиенты теряли все, а Белфорд забирал все деньги. Денег было много, но шло не все гладко. И уже в 1989 году Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг наложила взыскание на компанию. Это был первый звоночек, но Джонатан не прислушался к нему, так как был в угаре зарабатывания денег и бесконечных вечеринок. Но как ни крути, его империя росла, и за счет дочерних компаний Билдмор Секьюритис и Монро Паркер Секьюритис расширял ее и дальше. После ареста Альвина Абрамса в 1993 году, это одного из первых учителей Джонатана, он задумался о том, как сберечь деньги на случай ареста. Для этого вместе с партнером Порушем Белфорд отправился в Швейцарию, чтобы обсудить условия сотрудничества с швейцарским банком и как избежать ареста счетов. По совету банкиров Белфорд решил открыть счет на постановое лицо Патрицию Мелор из Англии, которая была теткой его второй жены. Но задачей посложнее было перевести средства в Швейцарию незаметно. Для этого Джонатан подключил знакомых и план был вывозить деньги по частям. Последняя крупная махинация Белфорта Последней крупной махинацией Белфорта стала IPO Steve Madden Shores, которая на тот момент имела всего лишь один розничный магазин. Основателем компании является талантливый дизайнер обуви Steve Madden. Кстати, друг и соучастник махинации Поруша и компании Stratton Oakmont. В общем, перед стартом IPO Белфорд приобрел 85% компании по цене 500 тысяч долларов. Но уже через две недели после покупки Джонатан продаст 35% компании за те же 500 тысяч и получит компанию абсолютно бесплатно. И тут он тоже использовал подставное имя, а именно самого Стива Мэддена. Ввиду ограничения на приобретение такого большого пакета акций одним лицом. Из-за того, что компания была слишком маленькой и не могла стоить больших денег, Белфорту пришлось использовать свой старый и излюбленный трюк «накачка и сброс». То есть он с помощью слухов и помощи других брокерских компаний увеличивает цену на акции. И на секундочку капитализация этой компании достигает 2,2 миллиарда долларов. В итоге Белфорд заработал круглую сумму, но до сих пор неизвестно, сколько точно. Хотя и поговаривают, что в районе 30 миллионов долларов. Завершение карьеры брокера. В общем, дела у Джонатана идут вроде бы хорошо. Денежка есть, но государственные структуры взялись за него всерьез. Еще в 1992 году было возбуждено уголовное дело от комиссии по ценным бумагам и биржам. Проверки ничего не выявили, но Белфорд начинает опасаться, что за него могут взяться агенты ФБР. И штрафами от них уже не отделаешься. И опасался он не зря. Через отставного работника ФБР Белфорд выясняет, что на него уже готовится досье и проводится расследование. В 1994 году Белфорд пытается решить вопросы с комиссией по ценным бумагам. Заключает с ними сделку и продает свою долю в Stratton Oakmont своему партнеру Порушу за 180 миллионов долларов. Оставшись неудел в своей же компании, Джонатан уходит работать в Steve Made & Choice. И там у него получается наладить бизнес, открывается 18 магазинов обуви и продажи достигают 45 миллионов долларов. Ну а в Stratton Oakmont дела шли плохо. Дэнни Поруш со своими функциями справлялся плохо. На компанию жестко давили правительственные органы. И в 1996 году фирма была закрыта. Арест и тюремное заключение. В 1998 году ФБР арестовывает Джонатана. Согласно обвинению, ему грозило 30 лет тюрьмы, а залог составлял 10 миллионов долларов. Жена Джонатана внесла сумму, а после подала на развод. И еще, дорогие подписчики, скоро у меня стартует обучение, где я расскажу и научу пользоваться за рекомендовавшими себя инструментами технического анализа. Обучение продлится 5 месяцев. Мы будем встречаться с вами 2 раза в неделю. Один раз на теоретической лекции, после которой я буду давать вам практические задания. А на второй встрече я проведу проверку и дам обратную связь. Обучение построено таким образом, чтобы дать вам не только знания, но и практические навыки торговли. За время обучения я дам вам около 5 торговых стратегий, которые вы сможете применять вместе, сделав одну большую систему своей торговли. Кроме обучения техническим навыкам, я дам вам техники работы с психологией, и мы вместе научимся ими пользоваться. Приходите ко мне, и я лично доведу вас до результатов. Записывайтесь на обучение, ссылка в описании. И еще, оплата обучения помесячная. Так вам будет проще оплачивать. После шантажа ФБР, которые угрожали завести дело на его жену Надин, Джонатан согласился на сотрудничество, вследствие которого он сдал всех своих бывших коллег. В тюрьме Белфорд провел 22 месяца. По итогам суда он был обязан выплатить 110 миллионов долларов потерпевшим от его махинаций людям. Но из-за невозможности выплатить всю сумму, суд обязал его выплачивать половину своих доходов потерпевшим. В самой тюрьме Белфорд познакомился с актером Томми Чонгом, который посоветовал написать книгу о своих похождениях. Так и родились две книги «Волк с Уолл-стрит» и «Охота на волка с Уолл-стрит», которые и легли в основу сценария фильма Мартина Скорсезе, а главную роль в котором исполняет непревзойденный Леонардо Ди Каприо. Рекомендую к просмотру данное видео, так как сценаристы очень скурпулезно подошли к тому, чтобы показать дух того времени и передать всю атмосферу, царившую в брокерских компаниях. Заключение После успеха книг Джонатан проводит множество семинаров по всему миру, на которых он учит тому, что умеет делать лучше всего, а именно искусству продаж. Кроме семинаров, он еще занимается консалтингом для крупных компаний из списка «Фортун 500». Ну и до сих пор, конечно, продолжается его тяжба, связанная с выплатами обманутым клиентам. А вообще Джордан Белфорд является очень талантливым предпринимателем, имеющим деловую хватку и обладающий талантом продавца. Но пристрастие к наркотикам и разгульному образу жизни привели его к плачевным результатам. Я постарался коротко рассказать о судьбе Джордана Белфорта. Если вас заинтересовала его жизнь и вы хотите больше знать нюансов, то рекомендую прочитать его книги. Там есть очень много подробной информации о нем. На сегодня все. Спасибо за просмотр. И, кстати, в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, чью биографию вы бы хотели услышать еще на моем канале. Всем хорошего дня. До встречи.